Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Во-первых, огромное спасибо организаторам этой секции за возможность выступить со столь противоречивой презентацией. Первый слайд формально я его представляю. Далее я хотела бы определить рамки вот этого выступления. Эти рамки на самом деле заданы организаторами этой секции. Во-первых, мы будем говорить только о здоровых носительницах мутаций. Только о мутации генов Берсия-1 и Берсия-2. Только о риске рака яичников по большей части. И сразу же я хотела бы сказать о том, что в нашей стране отсутствует законодательная база для профилактических операций у здоровых носительниц мутаций. То есть мы работаем в таком вот своеобразном правовом поле. Коротко об эпидемиологии. Высокая очень заболеваемость на постсоветском пространстве. 12-13 место мы делим по данным МАИР по заболеваемости Россия. Такая же высокая смертность на постсоветском пространстве. И где-то 17 место по данным МАИР занимает Россия. Если мы говорим об онкогинекологической патологии, то на долю рака яичников приходится примерно четверть всех больных. Однако по смертности рак яичников в структуре занимает уже 50%. Половина летальных исходов от онкогинекологической патологии связана с этим заболеванием. И еще одна проблема – отсутствие надежных методов ранней диагностики. В результате во всем мире примерно у двух третей больных выявляют, диагностируют третью-четвертую стадию болезни. Если мы переходим уже к мутациям, то уже говорилось в предыдущем выступлении, еще раз повторюсь, частота мутаций генов Берси-1 в популяции по оценкам, вот по этим данным, данным этих авторов, 1 к 300. Мутации гена Берси-2 встречаются реже и частота 1 к 800. Считается, что мутациями генов Берси-1, Берси-2 обусловлены более 90% случаев наследственного рака яичников рака молочной железы, и по оценкам, по самым минимальным оценкам, 10% случаев рака яичников являются наследственными, а по данным некоторых авторов, до 20% всех случаев рака яичников являются наследственными. Уже говорилось о том, что мутации генов Берси-1 характеризуются довольно высокой пенентрантностью, однако вероятность развития мутации, вероятность проявления мутации, вероятность развития злокачественной опухоли не одинакова даже внутри семей с одинаковой мутацией. По оценкам для рака яичников, кумулятивный риск развития к возрасту 70 лет составляет при наличии мутаций генов Берси-1 40-59%, гены Берси-2 максимум до 18%, тоже в предыдущей презентации это было показано. Что влияет на проявление гена, на вероятность развития злокачественной опухоли, только ли сама мутация или какие-то экзогенные и эндогенные факторы, на сегодняшний день не ясно. Однако, общепринято, что у носителей мутаций генов Берси-1, Берси-2 повышен риск рака яичников и рака молочной железы, что требует более тщательного наблюдения и внедрения разнообразных профилактических мероприятий. Если мы говорим об онкогинекологической патологии, то помимо повышения риска рака яичников у носительниц мутаций генов Берси, повышенный риск маточной трубы и первичного рака брюшины. Если возникает рак яичников, то характерны немуцинозные гистологические типы и прежде всего серозный рак яичников высокой степени злокачественности или рак яичников второго типа по последней морфологической классификации ВОЗ. Возвращаясь, уже переходя, собственно, к непосредственной теме нашего доклада мы говорим о том, что при общении со здоровыми лицами, да, у них есть мутации, но это здоровые лица, и в отсутствии некой законодательной базы для проведения любых профилактических мероприятий в нашей стране, мы можем говорить только о консультировании пациенток. И здесь мы должны отказаться от нашего, на мой взгляд, типичного российского медицинского или русского медицинского менталитета, когда пациент считает, что врач должен ему сказать, что делать, а врач считает, что пациент должен сделать то, что ему сказано. Это не так. Мы можем провести только консультирование, причем в классической, недирективной манере мы можем рассказать о неких возможностях и о том, чем реализация этих возможностей грозит, собственно говоря, женщине. Возможная тактика. Понятно, наблюдение, ничего не делать, наблюдать в определенном режиме. Второе, медикаментозная профилактика. Третье, профилактические операции. И вот мы постараемся с вами пройти по всем этим пунктам с нескольких позиций. Собственно, с тех позиций, которые мы и должны обсуждать во время консультации. Это степень снижения риска злокачественной опухоли, возможность сохранить фертильность, влияние на качество жизни и риски преждевременной менопаузы, качество жизни пациента, женщин, простите, и, соответственно, какие-то психосоциальные компоненты. Первая позиция – это позиция наблюдения. Нужно сказать, что даже в Северной Америке, где профилактические операции у носительниц мутаций генов Берсии чрезвычайно распространены, по данным на 2008-2013 год в США 30%, а в Канаде 45% носительниц мутаций отказываются от профилактической сальпингофороктомии из-за боязни нежелательных последствий преждевременной менопаузы. Эти женщины переходят в режим наблюдения. И с учетом того, что наследственный рак молочной железы, рак яичников возникают раньше, чем спорадические, средний возраст возникновения наследственного рака яичников примерно 51 год в силу этого, и планируют, собственно говоря, эти программы наблюдения. Рекомендуется также учитывать так называемый феномен антиципации, когда в последующих поколениях происходит омоложение злокачественных опухолей, и иногда разрабатывают собственные программы наблюдения для семей, в которых наблюдения начинают на 5-7 лет раньше минимального возраста возникновения злокачественной опухоли в данной семье. Наблюдение складывается из двух компонентов. Это потому что, естественно, носительница мутации, у нее повышен или из крака молочной железы, или из крака яичников. Есть компонент, который касается раннего выявления рака молочной железы, есть компонент, который касается раннего выявления рака яичников. Я не касаюсь представленной эти позиции на слайде по раку молочной железы, я не собираюсь их здесь обсуждать, это не тема данной презентации. Могу сказать одно, что в контексте скрининга рака молочной железы как в общей популяции, так и обследования лиц из группы риска, более-менее какой-то порядок существует. Есть доказательная база для проведения вот этих исследований, есть доказательная база по сравнению их чувствительность, специфичность, информативность и так далее, чего нельзя сказать, к сожалению, о раке яичников. Вот это то, что рекомендует НССН в 2015 году. Трансвигинальный УЗИ органов малого таза с 30-35 лет и может быть определение уровня СЕ-125. С какого возраста непонятно, с какой периодичностью тоже не ясно. Почему это так? Потому что ни УЗИ, ни определение уровня СЕ-125 не имеют достаточной чувствительности и специфичности. НССН говорит так, что они могут применяться на усмотрение врача, вот как хотите, так и делайте. В онкологическом центре рекомендации звучат так, и то, и другое начинается с возраста 30 лет, ну, наша группа медико-генетического консультирования и рекомендации соответствующие, изданные на эту тему, и то, и другое проводится каждые 6 месяцев. Что можно однозначно сказать сейчас? Сейчас имеющиеся методы наблюдения за здоровыми носительницами мутации недостаточно чувствительны и специфичны. И сегодня они однозначно уступают по эффективности профилактическим операциям. Да, это безусловно. Таким образом, если мы вот такую сводную таблицу приведем, введем такую позицию, как надежность метода, я понимаю, это очень достаточно эфемерная вещь, но вот насколько этот метод хорош в реальности, насколько он спасает от развития злокачественной опухоли. Да, наблюдение – это не очень надежный метод. На риск развития рака молочной железы, рака яичников, он однозначно не влияет. Наблюдение направлено только на раннее выявление этих опухолей. Да, позволяет сохранить фергильность. Да, позволяет сохранить качество жизни, поскольку избегаем преждевременной менопаузы. Да, он не имеет никаких осложнений, но сопряжен с определенной тревожностью, потому что, несмотря на то, что пациента находится, вернее, женщина находится на контроле, все-таки риск дамоклов меча развития злокачественной опухоли над ними висит. Медикаментозная профилактика. Значит, многие препараты, группы, подсоединения изучались для профилактики риска рака яичников в общих, в целом, в популяции и в группах риска. Однако на сегодняшний день, несмотря на отсутствие рандомизированных исследований, для профилактики рака яичников рекомендуют только комбинированные пероральные контрацептивы. Рандомизированных исследований не проводилось. Что мы имеем на сегодняшний день? Самые крупные, последние исследования и метаанализы. Вы видите, это профилактическое променение комбинированных пероральных контрацептивов и риск развития рака яичников. Снижение риска рака яичников примерно на 50%. В том числе у носительниц мутаций генов Берси-1, Берси-2. Довольно стойкие более-менее данные. Значит, протективный эффект развивается довольно быстро, нарастает по мере длительности приема препаратов и сохраняется при длительном приеме в течение 10 лет, примерно после их отмены. Все было бы неплохо, но сразу же возникает вопрос, а как ведет себя риск рака молочной железы, поскольку у этих женщин повышен риск и второй злокачественной опухоли. На эту тему тоже есть ряд исследований. На этом слайде представлены исследования «Случай контроль». На следующем метаанализы. Есть исследования, в которых у носительниц мутации было показано, что применение комбинированных пероральных контрацептивов риск рака молочной железы повышает. Были исследования, в которых было показано, что он его снижает. В общем-то, на сегодняшний день и метаанализы сводятся к тому, что достоверного повышения риска рака молочной железы при применении комбинированных пероральных контрацептивов в группе носительниц мутации генов Берси, по-видимому, нет. Особенно при применении современных низкодозированных препаратов. Однако, еще раз повторюсь, рандомизированных исследований не было. А известны факты, когда, несмотря на крупные исследования, когортные, обсервационные влияния чего-либо не было доказано, а потом в рандомизированных исследованиях плацебо-контролируемых появлялись негативные результаты. Так что на сегодняшний день мы считаем, исходя из имеющейся доказательной базы, что комбинированные пероральные контрацептивы, по-видимому, на риск рака молочной железы не влияют. Как выглядит медикаментозная профилактика? Ну, надежный в чем-то метод, он все-таки снижает риск рака яичников примерно на 50%, позволяет сохранить фертильность, позволяет избежать преждевременной менопаузы. Как он влияет на тревожность больных и насколько они чувствуют, женщин, простите, все время оговариваюсь, чувствуют себя защищенными? Не знаю, не попадались в такие работы. Осложнения есть. Изредка бывают, и они известны. В первую очередь, тромбоэмболические осложнения при применении комбинированных пероральных контрацептивов. Следующая позиция – это профилактические операции. Ну, и в первую очередь, двусторонняя анексектомия. Несмотря на то, что риск рака яичников у носительниц мутации генов BRCA1 в полтора-два раза ниже, чем риск рака молочной железы, отсутствие надежных методов раннего выявления этого злокачественной опухоли, а также неблагоприятный прогноз диссеминированного рака яичников, заставляет прибегать к разнообразным профилактическим вмешательствам и ставит вопрос о возможности выполнения профилактических операций. Средний возраст выявления рака яичников, как мы уже говорили, 51 год у носительниц мутации генов BRCA1. Для сравнения, средний возраст выявления рака яичников в целом в России в 2013 году был почти 59 лет, вот, скажем так, на 8 лет раньше возникает рак яичников у носительниц мутации. И НССН, ссылаюсь на американские рекомендации, потому что у нас рекомендаций нет на эту тему, да? Вот, НССН рекомендует выполнять профилактическую двустороннюю сальпинговую форектомию носительницам мутаций генов BRCA1 и BRCA2 в возрасте 35-40 лет после реализации гетородной функции. Удаляются с двух сторон придатки матки, яичники, маточные трубы, выполняются смывы с брюшины и проводится дальше детальное гистологическое исследование удаленных яичников и маточных труб, для этого разработаны патоморфологами специальные протоколы. Нужно сказать, что вот таким возрастным рекомендациям вот именно выполнять вмешательства в эту возрастную группу, они имеют некие основания под собой. Ну, какого рода? Известно, что у носительницы мутации генов BRCA1 вероятность выявления, а вы понимаете, да, мы вроде бы проводим профилактическую операцию женщине, носительницам мутации, но у некоторых из них при этом выявляются уже скрытые злокачественные опухоли. Вот частота этого, как часто это бывает, мы чуть позже оговорим. А было показано то, что известно, что у носительниц мутации гена BRCA1 вот эта вероятность нарастает с возрастом. Она минимальна в возрасте до 40 лет, составляя 1,5%, и потом больше, чем в 2 раза увеличивается, в 2,5 раза в следующем десятилетии жизни. Такой возрастной зависимости не отмечено для носительниц мутации гена BRCA2, поэтому иногда высказываются соображения о том, что, может быть, у носительниц мутации гена BRCA2 можно откладывать, позже выполнять профилактическую аваректомию, но никаких четких рекомендаций на данный момент по этому вопросу нет. Двусторонняя сальпинговая фаректомия и предупреждение риска рака яичников, рака маточной трубы и рака брюшины. Колоссальное совершенно, вы видите, снижение риска на 80-85%. Остаются пациентки, у которых при операции выявляют уже опухоль, остаются пациентки, у которых, несмотря на выполнение вмешательства, все-таки сохраняется риск первичного рака брюшины. По оценкам авторов он составляет от 1 до 4,3%. Он существует. Операция полностью не защищает от последующего риска развития злокачественной опухоли. И есть еще один очень благоприятный момент выполнения профилактической сальпинговой фаректомии. Она снижает риск рака молочной железы у носительниц мутации примерно на 50%. Однако нужно отметить, что эта закономерность сохраняется только для выполнения сальпинговой фаректомии в репродуктивном возрасте. Если она выполняется после 50 лет, вот это благоприятное ее, скажем так, действие нивелируется. Не могу отдельно не обсудить очень интересную находку одного из исследований, проспективных исследований, посвященных двусторонней сальпинговой фаректомии, которое было довольно крупное исследование, более 5,5 тысяч участниц. И вот было показано, что двусторонняя сальпинговая фаректомия, выполняемая в репродуктивном возрасте, снижает риск смерти от любых причин. Это абсолютно шокирующая была находка. И поскольку давно известно, что выполнение сальпинговой фаректомии в возрасте до 55 лет женщина в целом повышает, напротив, повышает риск смерти от любых причин и к возрасту 80 лет повышает его до 8,5%. Настолько была шокирующая эта находка в исследовании, что авторы специально посвятили целую часть дискуссии обсуждения этой проблемы. Это еще раз подчеркивает, что ни в коем случае нельзя читать, скажем так, как брать из результатов работы выводы в отрыве от дискуссии, которая проводится авторами. И вот стало понятным, из уже детального анализа этой группы, стало понятным, что слишком молодые больные включались в исследование, период наблюдения был небольшим. И на самом деле в этой группе довольно молодых женщин основными причинами смерти были как раз те злокачественные опухоли, рак молочной железы, рак яичников, которые, собственно говоря, предупреждала двусторонняя сальпинговая фрактомия. Все было бы хорошо, но есть одна проблема – это преждевременная менопауза. Преждевременная менопауза – это вещь, в принципе, довольно серьезная, и масса нежелательных последствий для здоровья и влияния на качество жизни, но хотя бы один факт, что при удалении, двустороннем удалении яичников в возрасте до 35 лет более чем в 7 раз повышается риск инфаркта миокарда у женщин. Возникает закономерный вопрос, а можно ли назначать заместительную гормонотерапию после двусторонней сальпинговой фрактомии у носительниц мутации? Ну, работы эти были. Работы, к сожалению, опять же, не рандомизированные и для такого рода исследований очень маленькие. Ну, 500 больных для такого рода исследований – это крайне немного. По данным этих работ, заместительную гормонотерапию проводить вроде бы можно. Основной риск здесь связан с повышением риска рака молочной железы. Да, мы говорим о том, что молочные железы, удалены только яичники, молочная железа, как мишень для развития злокачественной опухоли, остается. Но работы эти пока с очень кратковременным периодом. Вот в одном из исследований средний период проведения заместительной гормонотерапии был всего лишь 3 года. А мы говорим о том, что удаляем яичники в 35 лет, и у женщин до естественной менопаузы – 15 лет. Обычно в ситуациях раннего удаления яичников проводится гормонотерапия до естественной менопаузы. Вопрос о проведении в течение 10-15 лет никто пока не изучал у носительниц мутации. Таким образом, на сегодняшний день имеющиеся данные о безопасности заместительной гормонотерапии у носительниц мутации генов Берсе недостаточно, чтобы служить основанием для практических рекомендаций. Данные о неблагоприятных последствиях заместительной гормонотерапии, в том числе повышение риска рака молочной железы, связаны прежде всего с приемом эстроген-гистогенных комбинированных препаратов. Я небольшое отступление сделаю. Было огромное исследование в Великобритании, в котором приняло участие более миллиона женщин, и в котором было показано, что широкое применение гормонотерапии привело к появлению у женщин в возрасте 50-64 лет за 10 лет 20 тысяч новых случаев рака молочной железы, причем 75% из них, 15 тысяч случаев, были связаны именно с приемом комбинированных препаратов для заместительной гормонотерапии. В этой ситуации возможно, теоретически, носительница мутации генов Берсе предпочтительно назначать чистые эстрогены короткими курсами, но это означает необходимость выполнения профилактической экстерпации матки, потому что чистые эстрогены назначаются только при отсутствии матки женщинам. И в этой ситуации профилактическая операция сильно увеличивается в объеме, что повышает и хирургические риски. Таким образом, показания к широкому назначению заместительной гормонотерапии после аднексектомии должны быть крайне взвешенными. И, наверное, несмотря на то, что эта статья была опубликована в Journal of Clinical Oncology более 10 лет назад, цитата по-прежнему верна о том, что совершенственное раннее выявление и поиск новых методов медикаментозной профилактики возможно избавит нас от необходимости профилактических операций, связанных с ними решений, ухудшающих качество жизни женщин. Ну, сводные, как бы, такие данные. Опять, да, это самый надежный метод профилактики рака яичников на сегодняшний день уносительниц мутации двусторонняя сальпингафорактомия. Снижает риск рака яичников и рака молочной железы в той ситуации, если она выполняется в детородном возрасте. Снижает тревожность, это доказано по результатам исследований, женщины чувствуют себя более защищенными. Но есть один главный момент, это принципиальный, это потеря детородной функции и наступление преждевременной менопаузы, что, в принципе, серьезно влияет на качество жизни этих пациенток. Как альтернатива сальпингафорактомии была предложена двухэтапная схема выполнения, как временная мера выполнения двусторонней сальпингафорактомии, то есть двустороннего удаления маточных труб из последующей авариктомии по достижении возраста естественной менопаузы. Откуда возникла эта идея? Когда стали выполнять широко за рубежом профилактические операции, выяснилось, что при детальном исследовании маточных труб и яичников у 4,5-9% там женщин, носительниц мутации, уже есть некие опухоли, и в подавляющем большинстве случаев это был серозный интраэпителиальный рак маточных труб. Сегодня именно эту патологию считают предшественником серозного рака яичников высокой степени злокачественности. Чаще всего это интрапитриальные изменения имеются в фембриальном отделе маточной трубы. Двусторонняя сальпингафорактомия таким образом, мы удаляем основной источник, наиболее значимый, который сейчас основную проблему. Двусторонняя сальпингафорактомия таким образом является временным методом хирургической профилактики, позволяющим избежать ранней преждевременной менопаузы. Поскольку риск рака яичников сохраняется и в постменопаузе, потом, по достижении возраста естественной менопаузы, яичники нужно обязательно удалить. Насколько снижается риск рака яичников при такой хирургической тактике, неизвестно. Известно, однако, что легирование маточных труб с целью стерилизации приводит к снижению риска рака яичников в популяции, не уносительность генов Берси, а в популяции на 58%. Теоретически сальпингафорактомия должна выходить, наверное, на какие-то такие же примерно позиции, но мы пока этого не знаем, цифр мы не знаем. Посему, поскольку степень снижения риска рака яичников при выполнении такого вмешательства сейчас неизвестна, НССМ в 2015 году считает, что можно прибегать к этой тактике только в рамках клинических испытаний. Стоит оговориться, конечно, что эта тактика не снижает риск рака молочной железы у носительниц мутации. Гормональная секреция сохраняется до возраста естественной менопаузы. Таким образом, насколько надежен метод, мы не знаем. Да, он лучше наблюдения, скорее всего, будет, но насколько надежен, мы не знаем. Насколько снижает риск рака яичников, мы не знаем. Преждевременная менопауза он позволяет избежать. Насколько, скажем так, защищенными себя чувствуют женщины, мы тоже не знаем. Хирургические риски, осложнения, они, безусловно, присутствуют, как от любой операции. Это сводная таблица, некая сводная таблица, мы же это все обсуждали. И в заключение, эффективных методов раннего выявления рака яичников на сегодняшний день нет. Пероральные контрацептивы считаются наиболее надежным методом медикаментозной профилактики. Двусторонняя сальпинговая фрактомия на сегодня это самый надежный метод профилактики уносительниц мутаций генов Берсии. Но эта операция приводит к преждевременной менопаузе. Двусторонняя сальпинговая фрактомия предложена как временный метод профилактики, как двухэтапный подход. Однако сегодня рекомендуется только в рамках клинических испытаний. Почему? Мы не знаем на самом деле, какова частота сирозного рака яичников, предшественником которого является сирозная интраэпитериальная карцинома маточных труб. Предполагается, что это 80-85%, но мы точно не знаем. Каково снижение риска рака яичников после двусторонней сальпинговой фрактомии, мы пока не знаем. И насколько можно использовать эту тактику. И естественно, по-прежнему остаются актуальными вопросы разработки новых эффективных методов профилактики медикаментозной и раннего выявления рака яичников. Спасибо за внимание.